Я сегодня исполняю произведение французского композитора Эрико Сати. Этот композитор в первую очередь известен своей эксцентричностью, неординарностью, самобытностью, как в самой музыке, так и в названиях, так и в оформлении своей музыки. И для, скажем, для конца 19-го, начала 20-го века для Франции это было довольно-таки радикально, революционно во многом. Я с детства слышал его музыку, мне она очень нравилась. Естественно, как и многие наверняка слышали первыми, я услышал его гимнопедии Игнасиены. Это фортепианные произведения, очень спокойные, лирические, мелодичные. Они меня очень забали, так сказать, в душу. Я их после этого, спустя много лет уже, и играл, и на гитаре классической. И на волне этой любви к творчеству Эрико Сати я, так сказать, проникся этим очень плотно, еще в студенческие годы писал и статьи, и даже на экзамен по дирижированию своему на выпуске, на госэкзамене взял фрагменты из музыки его к балету, парад. Это музыка, в которой использовались не музыкальные инструменты, револьверы, печатные машинки и так далее, и так далее. Это довольно-таки революционно было. В музыкальном плане это было нечто такое а-ля кабаре, мюзик-холл, какие-то такие вот очень доступная, понятная музыка. Это не авангард. Я когда готовил в 2016 году фестиваль, посвященный 150-летию и со дня рождения Эрико Сати, мы проводили его здесь, в Довженко-центре. Это был трехдневный фестиваль. Первый день мы играли музыку оркестровую, дирижировал Михо Минабде с «Армония Люда» с оркестром. И тогда мы, собственно, играли музыку из балета «Парад», музыку к кинофильму «Антракт», непосредственно с кинофильмом. Фортепиано и произведение играл Адина Писаренко, я даже с ней в четыре руки играл пьесу в форме груши. Сушеные эмбрионы, в смысле это пьеса сушеные эмбрионы, мы не приносили сушеные эмбрионы, их там было в музыкальном виде. Особенно место, конечно, мы отвели меблировочной музыке, я про это расскажу. Это предтеча современного эмбиента, которую придумал Эрик Сати. На второй день было полное, первое в Украине исполнение в эксессион, в которое я сегодня буду играть. В 24 пианиста, каждый играл по одному часу, 35 раз, в общей сложности 840 раз это все прозвучало. И на третий день это было Сати Open Stage, и мы так называли его. Играли все желающие. Мы с Сережей играли на гитаре разные его произведения, и фортепиано, и скрипка, былый вокал. «Праздник творчества Эрика Сати». Подготавливая этот фестиваль, я купил вот эту книжку, давно ее искал, отыскал чуть ли не последний экземпляр. И прочитаю буквально для того, чтобы вы понимали о том, что вообще из себя представляет Эрик Сати. Тексты, написанные в, скажем так, в 80-х годах 19 века. Вот маленькая такая заметка. Я не знаю, где это он писал, это ли дневниковые заметки были, или что-либо. Простой вопрос. Что вы предпочитаете, музыку или колбасные изделия? Такой вопрос, кажется, следует задавать себе, приступая к трапезе. Во многих местах прекрасную и мягкую тишину заменили скверной музыкой. В простонародье считают приличным попивать пиво или мерять штаны, слушая фальшивые красивости, глупые и отдаленно благоговейные ретурнели, а также, ни о чем не думая, благосклонно внимать обязательному звучанию басов, контрабасов и прочих мерзких флейтушек. Ох, как все это мучительно для человека моего возраста. И я задыхаюсь от этой музыкальной дефеализации. Какие принять меры? Огромные налоги, страшные притеснения, строгие наказания, даже пытки. Разве они не имеют право так хладнокровно безобразить нашу бедную жизнь? Посмотрите на этих издателей, не чтящих ничего человеческого. Послушайте, в какие гротескные аранжировки они глядят доверенные им произведения. Как они украшают самые чистые из них своей почкотней. Возьмите каталоги современных произведений. Найдите самые утонченные и послушайте, что с ними делают эти почкуны. Фу, пусть им будет стыдно. Торговля, скажете вы. Бизнес, скажете вы. Ух, как все это мучительно для человека моего возраста. And я задыхаюсь от этого мерзкого дюфаилизма, от этого гнилого меркантилизма. Что вы предпочитаете? Вот тут такие вот заметки. Практически это типичный истинный стиль сати. И он действительно очень перекликается с его музыкой. С тем вообще, что он писал, как оно звучит. И вот оно вот такое же. Вот насколько можно провести такую аналогию. Советы. Дышите только кипяченым воздухом. Если хотите жить долго, живите до старости. Носите только длинные волосы. Короткие вырывайте. Специализация на похоронных маршах. Аранжировка реквиемов и мес для балов. Фирма выполняет гармонические исправления. Быстрая трансформация симфоний, квартетов и так далее. Превращение серьезной музыки в веселую. Переложение вокальных отрывков для двух фортепиано. Отныне никаких непонятных композиций. Утонченность для всех. Уменьшение и гармонизация сонат. Исполнимость вашей музыки гарантирована. И непосредственно про то, что сегодня будет здесь звучать. Этот листок мы специально клали на марафоне в эксессион в 2016 году. Каждый заходящий в зал, где стоял рояль, на входе получал такую бумажку, в которой было написано, собственно, о этом произведении. 14 числа месяца января, года 1893 от Рождества Христова, которое выпало на субботу, началась моя любовная связь с Сюзанной Володон, закончившаяся во вторник 20 числа месяца июня того же года. Первый раз за свою жизнь моя подруга Сюзанна Володон пришла сюда в понедельник 16 января 1893 года, последний раз в субботу 17 июня того же года. Иди к сети. Находясь в состоянии сильнейшей досады на свою строптивую возлюбленную Сюзанну Володон, Сати сочинил не слишком длинную, но зато крайне однообразную по звучанию пьесу в эксессион «Досада». В конце пьесы стояла авторская ремарка, по которой пианисту строго предписывалось играть эту пьесу 840 раз подряд, по желанию, но не больше. Продолжительность такого исполнения может колебаться в промежутке от 12 до 24 часов, в зависимости от взятого конкретным исполнителем музыкального темпа. В эксессион пролежала под столом сначала самого Сати, а затем и его ученика по так называемой аркёйской школе композитора Анри Саге. Спустя почти 70 лет после появления партитуры Саге познакомил Джона Кейджа с рукописями. Только тогда, открытая заново будущим минималистом Джоном Кейджем в 1963 году, пьеса приобрела свой настоящий вид. Она послужила предметом нескольких пианистических марафонов по всему миру, когда многочисленные исполнители, сменяя друг друга за клавиатуры, добросовестно исполняли требования автора, играли пьесу все 840 раз. И это произведение считают музыковеды предтечей той темы, которую дальше Сати развивал под названием меблировочная музыка. Музыка как фон повседневности. Это то, что по сути дела сейчас мы слышим в супермаркетах, в магазинах фоновая музыка. Конечно же у Сати она звучала совершенно не так, как мы ее сейчас слышим. Все-таки есть его стиль, к тому же он еще и такой, который как не хочешь, но его все равно пытаешься слушать. Что Сати категорически запрещал делать, когда на каких-то концертах в антракте оркестр оставался на сцене и начинал исполнять эти маленькие музыкальные кусочки, которые просто надо повторять бесконечно. Публика слыша, что на сцене не антракт, а продолжают играть музыканты, они возвращались в зал и начинали слушать. Сати же разъяренный бегал и всех заставлял не слушайте. То есть это музыка, которая должна просто способствовать пищеварению, общению, досугу и так далее. И вот по сути дела вот это произведение, которое маленькое, на полторы минуты надо повторить 840 раз, по сути дела это и есть вот эта фоновая музыка, которая просто звучит, просто она есть и ее не надо слушать, она просто должна быть. И что собственно сам Сати пишет про меблировочную музыку. Меблировочная музыка по сути музыка промышленная. Существует привычка, обычай, делать музыку для обстоятельств, при которых музыке нечего делать. Так например играть в вальс, оперные фантазии и прочие похожие вещи, написанные для иного применения. Мы же, мы, хотим учредить музыку, которая бы делалась для удовлетворения полезных нужд. В число нужд искусство не входит. Музыка для меблировки создает вибрацию. У нее нет другой цели. Она играет такую же роль, как свет, тепло и комфорт во всех его формах. И какие-то нет такие речевки, которые дают понять, что Сати хотел сказать. Меблировочная музыка успешно заменяет марши, польки, танго, гавоты и так далее. Спрашивайте меблировочную музыку. Никаких собраний и ассамблей и так далее без меблировочной музыки. Меблировочная музыка для нотариальных контор, банков и так далее. У меблировочной музыки нет названия. Никакой свадьбе без меблировочной музыки. Не заходите в дом, где не используется меблировочная музыка. Тому, кто не слышал меблировочной музыки, неведомо счастье. На сон грядущий слушайте меблировочную музыку, иначе вы будете плохо спать. Вот, это вот такие вот, собственно, переписки его с Жаном Кокто В шестнадцатом году мы исполняли там марафон из двадцати четырех человек Я сейчас всех, конечно, не упомню Много друзей, не только пианисты А и я играл, и Сережа играл Мы взяли на себя самое отвратительное время Это три-четыре часа ночи, когда ты просто залипаешь Вот, я же до этого порепетировал Но, поскольку я все-таки не пианист, мне довольно-таки трудно было читать это с листа Я прорепетировал, подготовился, написал себе аппликатуру Вот, я даже нашел листочек с аппликатурой на фортепиано Почему я решил сегодня исполнить на гитаре? Потому что, ну, мне это скорее ближе, роднее по исполнению И на гитаре я не нашел записей Поэтому, вполне вероятно, это первое исполнение будет на гитаре Я это репетировал тогда, в шестнадцатом году Сначала час сам для себя Тридцать пять раз надо было исполнить Темп приблизительно такой, что тридцать пять раз умещается ровно в один час Потом на марафоне я сыграл тридцать пять раз Уже семьдесят Сегодня сорок Мне сегодня ночью пришла мысль в голову Что, возможно, меня будет преследовать теперь это всю жизнь Пока я не исполню все восемьсот сорок раз Сегодня я исполняю сорок Почему? Пару месяцев назад мне написал один Мэтэц из Франции Алан Лефевр Который проводит в двадцать первом году Такой проект, который будет заключаться в двадцати одном релизе С сорока исполнениями разных музыкантов С разных частей планеты на разных инструментах Сорок раз играют в экзексессион Который в конце года объединяется в общее число восемьсот сорок Я сегодня делаю эту запись прямо здесь и сейчас Я решил это сделать в стриме для того, чтобы все желающие могли вклиниться в эфир И послушать, как это происходит Я вам даже рекомендую не выключать эфир и не смотреть его Пусть это просто звучит По сути дела, что и заповедовалось Эриком Сати На экране будет счетчик Вы увидите цифра один А когда мы играли это на фортепиано У нас было тридцать пять копий И пианист просто убирал по одному листу И когда он играл конкретную страницу Он понимал, на каком номере он сейчас находится У кого-то были таймеры на телефоне Он просто нажимал пальцем Вот я по сути дела сегодня так же буду делать У кого-то я нашел Кто-то писал прямо маркером Он нумеровал цифры во время игры То есть, каждый делал себе как удобно Вот И я помню свои впечатления Поскольку я прослушал все 840 раз тогда находясь Я и спал под эту музыку Там какой-то отрезок времени И надо было подводить, помогать пианисту Сменять друг друга Ставить ноты, сменять секундомер Это все было еще и в прямой трансляции Я помню ощущение Самый последний аккорд Самый последний исполняющий Когда он убирает руки с последнего аккорда И в зале выцеляется тишина Это ничем не сравнимое ощущение Потому что ты понимаешь Что вот эти вот узкие ноты Которые звучат Ничего кроме них в зале не звучало Все сутки И вот прямо реально до мурашек По коже Это действительно очень необычно И многие спрашивали у меня А зачем вообще это нужно? Что это за Вообще бред какой-то? 840 раз одно и то же Были пианисты, которые страстно хотели Каждую репризу, каждое повторение Исполнить по-разному В разных октавах В разном диапазоне Это скорее Как проявление Какое-то Не знаю Желание сделать трактовку По канонам каким-то Потому что вот у многих Классических музыкантов Есть такое как бы Внутреннее негласное правило Повторение играть с изменениями Здесь же поскольку Это не Нельзя к этому произведению Относиться как к пьесе Это надо воспринимать Просто как данность Какое-то такое вот Просто вот оно есть И все Ее нельзя слушать На ней нельзя акцентировать внимание Ее То есть ты должен стать По сути дела Этим шкафом Который играет эту музыку Я даже После игры Мне интересно будет Поделиться с вами Своими ощущениями Впечатлениями Я когда играл тогда В прошлые разы Это было Действительно необычно Всего лишь 35 раз Я уже молчу про тех пианистов Которые реально играли 840 раз Есть такие пианисты Единицы Они полностью исполняли все Даже всего лишь 35 раз играешь У тебя уже после 5-10 раза У тебя уже меняется сознание Ты уже слышишь другие звуки Тебе все по-другому отзывается В голове Ты видишь ноты Ты понимаешь Ты играешь то же самое Но оно для тебя Совершенно иначе звучит Хотя ты играешь Те же самые ноты С той же громкостью Не меняя октав Фактуры Ничего Все то же самое То есть вот эти вот Различия Вот эти трактовки Происходят у тебя в голове И вот это вот Самое важное Я считаю И этим произведением Сати как таковой Он в принципе разрушил Понятие музыкального времени Впоследствии дело Что и продолжил дальше делать Джон Кейдж Своими 4.33 Произведением Которое длится 300 с чем-то лет Которое сейчас исполняется В одном из костелов На органе То есть понятие времени Мы настолько к нему привыкли Что вот оно разрушается И мы понимаем Что все настолько относительно Что звук Во времени В пространстве Он может быть организован Как угодно Самое главное Что? Впечатления Ощущения Какие-то переживания Которые ты испытываешь Просто если они растянуты Во времени Они просто по-другому Синтезируются По-другому Происходят метаморфозы В нем Чем за 3 минуты Чем за 10 Или за час Чем за сутки Все по-разному Но все достойно Внимания И вот на это И нацелено Это произведение Я все же призываю вас Конкретно прямо Заниматься своими делами И просто слушать Как это происходит Эликсати Виксасьон Будем считать Что мы играем С 801-го раза Заниматься своими делами Заниматься своими делами Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Играл Лисати от начала до конца, я уверен, что не играл Потому что, зная его эксцентричность, он просто это сочинил, записал и положил в стол Что, собственно, и лежало до того, как Джон Кейдж не исполнил это вживую Наиболее мне, конечно, интересно, как это исполняли реально один пианист, один исполнитель сам соло Более суток Я во время игры так себе прикидывал, что на самом деле возможно это сделать Если очень систематично, структурно, планомерно к этому подойти Выделяя себе какие-то физические разминки в форме вставания через какой-то определенный период времени Не знаю, выпивание воды Не говоря уже на том, что на фортепиано это легче Потому что вот эти вот первая и третья строка, там где играется только басовый голос, одноголосный Одна рука свободна То есть в итоге можно действительно что-то выпить, съесть на худый конец Поменять руку, дать возможность другой руке отдохнуть На гитаре это невозможно На гитаре приходится играть обеими руками Вне зависимости от того, играешь ты одноголосную мелодию или аккордовую Я, в принципе, после 15-го раза уже какие-то куски играл действительно наизусть Старался сильно все-таки глазами от нот не отрываться, дабы не сбиться Потому что были такие места, когда я путал первую и третью строку Когда играется одноголосная мелодия Меня спасало в этой ситуации то, что я понимал, что я играл до этого Играл ли я мелодию аккордовую с высоким диапазоном или с узким? С высоким это вторая строчка, а с узким это четвертая строчка И вот я поэтому и ориентировался, какая строчка у меня была играна до этого И таким образом я понимал, какую из наголосных мелодий я играю Сейчас первую или третью Ну а в принципе я бы действительно это многим рекомендовал Как для своего какого-то внутреннего эксперимента над самим собой Я помню, что еще в бытность студенческих лет Я экспериментировал с разными вот такими вещами Наподобие игра на пределе тихого звука Еле касаясь струн Или на пределе затухания звука Например, там те же гаммы Просто сыграть на ту-до И ждать, пока она полностью не погаснет Следующую, пока она полностью не погаснет Это своего рода какая-то как медитация Какой-то дзен Йога звуковая Но она действительно усмиряет, помогает, концентрировать Потому что действительно я знаю Вот по тому, как мы делали в шестнадцатом году Я помню, как этого действительно не хватает многим музыкантам Которые вот всячески пытаются внести какие-то разнообразия Это совершенно не делает их плохими музыкантами Абсолютно нет Концентрация вот такого духа Она все-таки действительно важна Она усмиряет, она успокаивает Не говоря уже о том, что ты действительно понимаешь Что музыкальное время, длина музыкального произведения Это вечно столько относительно Делай, что хочешь, делай, как хочешь И переживай, что хочешь Не обязательно это переживания Которые должны быть ограничены Тремя минутами Десятью минутами Ну, в конце концов, часом Как какое-то крупное произведение То есть эти переживания могут меняться Каждые десять минут, каждые две минуты И ты постоянно что-то думаешь Потом у тебя какие-то большие блоки Оно чем-то мне сон напоминает То есть есть какие-то фазы активные Есть фазы, которые быстро проходят Даже незаметно Вот тут такое вот что-то было Большое спасибо всем, кто смотрел До новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!